итак добрый день друзья гости и подписчики значит прибыли на петра калмышевского 16 сегодня у нас 22 июля вот такой магазинчик если отсюда видно так надо было спросить насчет заезда конечно но трубочку не берут вот парковаться здесь как сами видите в принципе если вот если забирать мотор коробку то наверное стоит подъезжать а здесь вот так вот это все выглядит так так сервис это сервис а это на магазин вход в маски одеваем наш намордник оба заходим вот такой ассортимент так лодочка так прибыли мы за выбирать себе моторчик сейчас тут нам кого-нибудь попросим нам проконсультировать подсказать я думаю что вот этот этот хадди шестерочка вполне мне понравился так якоречки здесь продаются различные такой бы нам на резиночку поставить пугать людей тахаться и чехлы маска такой а посетители Слава Богу, что все живые, я задержал вашу премию, я компенсирую, я на шестую, запомним, это 50 тысяч, я не знаю, это хорошо, хорошо, все, на связи, на первых числах, держите, я поректирую, сила породничка, это они почему-то кладут до сих пор, вот этой штукой можно раздавливать, то что вы креете, а это для старых клапанов, для новых, 9,8, слушай, пятнашка такая, 9,8, так, здравствуйте, а вот с кем можно пообщаться по поводу покупки, приобретения мотора, Хайди, 6 лошадок, 4-х такт, но я звонил сегодня, спрашиваю, да, 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 это я обещал подъехать, и подъехал, вблизи они, кажется, вот так вот, там раз это получение было, да, ага, понятно, приехали, новые моторчики, Сузуки, Фишеры, какие у них чехлы, прикольно, прикольный, прикольный чехольчик такой, есть, 2,5, красиво, Слушайте, о, вот Хайди стоит, у нас на этой резиночке, 9, 9, 9, О, БУшный, да, еще есть какой-то, вот это, Jetmark, вот это, да, Хайди? Вот, вы можете глянуть по винту, и скинуть свой мотор, это 2-х тактный, прям? Это 2-х тактная шестерка, да, а за сколько, а еще какие БУшные есть? Вот этот весь ряд, это БУшные моторы, БУшные очень редко бывают, Клиенту сдают, ну, они есть, вот, ну, по трейдину подоздают клиенту, Да, 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 по трейдину, на более мощный, ага, а это что, 9,8 такое? Китай, схема BC, BC, это ваш мотор или это у вас? Это клиент сдал его на более мощный, но не у вас покупали, да, получается? Нет. Все, вот такой трейдин, а сколько вы там, допустим, даете, ну, типа, на него оцениваете? Не, а, ну, это понятно, это на этот, да, если БУшный месяц вы даете гарантию, а? На этот месяц, на этот месяц, там отдельная история, этот еще на гарантии просто стоит. О, и сколько он еще на гарантии будет? Сейчас скажу. Это у вас он брал-то, да? Прям ваш человек покатался и приехал, сдал, да, получается? На 2-х тактном, а что он поменял? На мощнее или просто? 15-ти сильные я беру, топочные. 15-ти сильные, да? Сейчас я точно узнаю по цене актуально. Да, узнаете, пожалуйста. О, слушай, прикольный такой жилетик, именно качественный, видно. Достаточно такие качественные. А это они такие жилетики предоставляют в акции. Ну и купить можно. Сколько он тут стоит, кстати? Непонятно. на этом есть. На этом. На этом. На этом. Вот это только такие описания. Цены. Само, наверное, говорят. Ну. Лодочки Calibri, Bark. О, с ндэшкой. Такая. Наверное, Energy, да? Видно. Такие у нас Energy делаются. с производителем. Ну, Calibri. А, нет, это Bark. Неплохо. Это уже Calibri. Тоже была такая лодочка прикольная. Так. Мотор 16500. 16500, да? Да. А новый он сколько стоит? Новый 18750. 18750. То есть буквально 2 250, да, разница там гривен. Ну вот. Мотор висит. Ага. Новый. Ага. Это тоже двухтактный, да, у вас? Она одинаковая, идентичная. Да. Можете сравнить новый мотор. Я понял, да, да, да. У вас четырехтактного там более какая-то дизайнерская. У четырехтактного вот сзади вас пятерка. Это пятерка. То есть такая же шестерка идет. Да. Потому что я смотрел у него такой типа этот, тут какой-то дизайнерские такие изгибы у него шестерки нет. Сейчас привезут, я вам ее покажу. Ага. Хорошо. Так. А сколько вы оцениваете? Вот если я куплю, допустим, четырехтактный, да, там, покатаюсь, сколько он на гарантии? Вот как вот это. Вы теряете сразу двадцать процентов. Двадцать процентов теряем. После выезда с магазина. Так. Мы делаем первый запуск вам. Так. Вы обкатываете мотор, приезжаете к нам, делаете ТО и мотор становится на гарантию. Каждый год вам надо делать ТО, чтобы продолжать гарантию. Гарантия на четырех года дается на мотор. Ага. То есть условием продолжения это приехать и сделать ТО. А получается так, а мне сказали, что типа запустил его и сразу это пошло, отсчет гарантии. Вы говорите, что после обкатки получается. Вы должны, у вас мотор на гарантии. Вы сейчас его взяли, вы его должны обкатать в течение определенного времени, там, месяц-два вы его можете обкатывать. Если вы не катаетесь больше, там, пары месяцев, его надо консервировать, мотор. Хорошо. Я его обкатал, там, мне скажут, как обкатывать? У нас механик запускает мотор, вы стоите рядом и задаете вопросы, что вас интересует. У нас клиенты приходят, достают телефон, начинают снимать и задавать вопросы, что их интересует. Хорошо. Это правильные клиенты. Сейчас вы помните, о чем речь идет. Через две минуты вы уже забыли. Это потом понятно. Так, что я хотел. Вы говорите, я сам ТО, то есть я не ТО, а обкатку прохожу. И что, я должен после обкатки приехать к вам и продлить гарантию? Вы приезжаете, делаете ТО. ТО платное, цены на сервисе узнать возможно. Так. Пришли туда, привезли мотор, вам сделали ТО в порядке живой очереди, в течение получаса вам делают ТО. Так. Замена в ноге масла, смазка всех поворотных элементов. Так. Это после обкатки, да? Обязательно надо? Повторная. И потом ставят на год гарантию. И ставят на год гарантию, да? А если во время обкатки что-то с ним произойдет? Приезжайте сюда. Ну, в таких случаях, что при обкатке бензин качественный, заливайте 95-й, никаких проблем. Проблема была только, единожды, когда залили 92-й, приехали, а он просто не воспринимает. Поменяли канистры, подключили 95-й и все заработало. Спрашиваем, какой бензин залил. Понятно, да. 92-й, а что? Ну, понятно. А вот стартеры, я что-то смотрел у них по обзорам, там проблемы у них типа со стартерами, с этих ID. Ну, это как попадет, не попадет. То есть, поэтому там… Ну, я не скажу, что именно моторы проблематичные. Да. Клиенты покупают, они с Порсуном одинаковые, что шестерка, что 5,8. Цена вопроса Порсуну уже более давно на рынке. Ну, они идентичны. Обслуживаются на одних же сервисах по всей Украине, на Порсун ЮА. Угу. Моторы качественные. Угу. А у вас сервис здесь, да, только один получается? За стенкой сразу сервис. За стенкой, который продлевает именно от вас именно. Да. Каждый год, то есть там покатался, сколько приехал? У нас клиенты сделали обкатку, они приехали, сделали ТО, после чего год катаются. Год гарантия. И так… Ну, сейчас из-за зимы такой, на зиму не консервировали в этом году вообще никто. А консервацию приехало порой человек единицы. Законсервировали мотор, а услуга консервации дороже, там специальная смазка используется. Угу. Они законсервировали, а зима не пришла. Да. Они были в расстроенных чувствах, приехали, расконсервировали и катались целый год. То есть… Ну, консервация – это как раз то же самое ТО, она… Вы расконсервировали, сделали ТО, дальше год. Угу. Угу. Ну, мне же не надо приезжать консервировать, чтобы мне там продлевалось, что так вам… Консервировать нет. Вот именно ТО каждый год идет. Ну, то есть до даты, когда от ТО до ТО надо пройти и продлить. А если у меня закончилось, я все равно могу приехать, ТО пройти и продлить. ТО можно приезжать, это без проблем. У нас некоторые клиенты покупают в других магазинах, приезжают, у нас официальный сервис, приезжают и делают ТО. Ага. Прайс на сервисе. На сервисе я спросил. Хорошо, то давайте показывать этот четырехтактничек. Сейчас он должен приехать со склада как раз. Он там… Показали. Сейчас в коробке приедет, распечатывается. Он там по акции, получается, вы мне по акции… Канистра, да, там в нем… Сейчас я скажу, что там… чехол, канистра, масло… Так… Масло… Так… 23406 и плюс подавки масло, чехол, жилет… Масло, чехол, жилет… Так… Масло, чехол, жилет… Во сколько вы там, допустим, оцениваете? 20% это я теряю, когда я его забираю, выехал с магазина. Хорошо. через год я к вам прихожу хочу взять там 10 десятку наш вам каждый клиент относится к мотору по разному нас клиенты бывают приезжают он вышел один раз на воду мотор не приезжает на теряет мы оценили вообще вот там через два года он приехал 20 процентов моему там или 25 спустили ага но он вообще ноль целом говорит я два раза вышел по мотору то есть вы только 20 процентов сразу теряет ну понятно там уже дальше процент увеличения но все зависит от мотора но если там делают потом смотрят вот у нас клиент в апреле месяца купил suzuki приехал сдал ее на прошлой неделе он потерял 20 процентов он обкатал мотор все забрали уже подали один день продажа сразу произошла который уже с обкаткой но клиент потерял 20 процентов 20 процентов если быстро продать получается но это же после того да там вы оцениваете все равно сначала проверили подготовка с апреля месяца то есть вас можно купить там не хватает скорости что такое пришел буквально там два-три раза был на воде там 20 процентов то есть сто процентов 25 уже смотря в каком состоянии мотор можно же за один раз его убить он клиент купил мотор утопил ну да гидроудар это такая неприятная штука для моторов поэтому поехал поехал говорит а что его прикрутил все хорошо я пришелся по лодке бах мотора нет звонить спрашивает у вас есть аквалангисты вчера приезжал проверяли все запустили все сделали теперь будут продавать пытаться но мы такой мотор уже не берем не берете да нет но мы проверяем мы же сами видим а после гидроудара там ты ошечка сколько там стоит это все на сервисе на сервисе хорошо ясно тогда давайте подождем мастера сервиса сразу да я уже с мотором наверное сейчас повезем так сказать чехолды чехольчики какие прикольные так а что тут еще можно посмотреть вот такие условия у abs motors 99 ну так вот позвонил мой мотор продали один такой только что ушел в течение час назад звонил магазина его уже забрали разбирают мотор а а масло к нему можно докупить вот этаж или так какой-то я вижу коробочки порсун а вот один хайди это вот это он да большая коробка как для такого мотора новенький свеженький со склада о восьмерки да есть еще но не не поставь а а а а а а а а Я не знаю. 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 Так, интересно. Привет. Место вечера. Почему восьмерки не поставляются? Мне волна этот отчет. Вопросов задать не могу. Никто не знает, да? 9,8. Есть. Угу. Ну, это понятно. Так, вот он с баком, да? 12 литров получается. Там есть индикатор, да, на баке. Здесь получается, там, его... Ага. Такая. Хорошо, давайте его запускать. Фамилия, имя, отчество, ваши документы для запуска мотора. И как будете рассчитываться? Я рассчитываться буду наличкой водительское удостоверение. Устроить. Устроить. Хорошо. Мне просто надо ваши данные, чтобы вбить их. Угу. И я зову механику, он запускает. Угу. Удавать. Сейчас. Удавать. Такое... Красавчик такой. Так. Круто, круто, круто. Сейчас посмотрим. Так. Главное, чтобы на меня быстро кредит не оформили. Потому что водительское удостоверение взяли и ушли. Так. Вон оно, я вижу, его лежит. Так, так. Вот так вот нюанс. Надо иметь при себе документы. Без них не запустят. Угу. Ну, такая коробочка. По габаритам. По габаритам. Штурех тактничек. Оба-на. Угу. Моделька, серийный номер. свет звуки аналогичную почти df шестерочка тоже шестисильная suzuki вот и коробочка у него прям поменьше сантиметра на 2 высоту по крайней мере так ну позовут механиком включусь так он идет получается сейчас в нем масла нету правильно только в редукторе получается у масла забирали с маслом но если вы зальете сейчас при мне да то есть покажете то я его и вы его заливать отлично то есть без масла же мы не запустим а то не отдавать это уже которая есть то и зальем думаю оно неплохое вот как раз да дизайнерский минимум этот четырех такника отличается от двух такника вы будете так я беру себе первый раз мотор мне надо какой-то буду много вопросов задавать отлично пассива интересно то что что со своего бака так они получаются есть да так вот так вот он выглядит внутри это вот это масло да которая в подарок а сколько здесь получается в него надо залить 600 миллилитров 600 миллилитров а вот так на глаз да мы сейчас пошли будем проверять но остальное масло на глаз так 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 по какой надо по между этими палочками до нижней вкручивается он между ними да все понял проверяйте есть да почти все отлично спасибо по мотору у него говорят стартер немножко такое слабое место его как-то можно без стартера заводить я такое смотрел намотать на маховик а у на вот этого типа снять эту крышечку до 3 болта и намотать ну если там ну да но если ты ушел там километров на 40 в комплекте есть вот под вот эти вот винты получается ключики а и шнурок запасной дальше получается там я понял круто вот это вот есть подкачка во внутренний бак данного так а это уже получается редуктор да то есть масло там проверяется до одетом смотреть если так подписано есть уже подниму я понял так а заправляется вот через вот эту на призме суть это там подкачивать то есть они все идут с маслом уже но этого в редукторе на год хватает да получается на сезон этих масел хватит на обкатку после обкатки нужно поменять все по и в редукторе и это да понял кстати сколько сколько стоит т.о. после обкаточная можно не снимать можно еще раз показывать посмотрите ага говорят что тут тарахтит все нормально 530 гривен да его а сколько там надо моточасов от десяти до двадцати часа это на какой типа скорости это же понятно что ну то есть не на максимальном газу да объясните запускаете прогреваете минут десять и первые три часа не давать больше сколько не больше трети не больше трети да ага ага а потом после этого в смешанном режиме во всех оборотах полный газ тоже давайте но полный газ кратко временно до минуты до минуты и так еще там часов семь да где-то кататься таковы бензинчик а вот это вот надо плотно затягивать или к лодке хорошо да именно понял понял перетянуть нереально да то есть бывает очень фанатизмом можно сломать и вот это и можно и сорвать резьбу это уже надо постараться так это в безопасности вот такая очка безопасности будет так вот этой рогачкой выставляете под кнопочку угу второй конечки карабином пристеливаете к себе делаете петельку и на руку угу если выходаете из локки очка вывернуется мотор заглохнет глушит можно сжателем на кнопочку прижали подержали дождались пока он заглохнет это так выключается он штатного типа если надо то есть он пака эта штука выключается так а вы есть топливной кране с подключения наружного бака есть внутри так 受ленный кран два режима нороже хилом нор believe на род ais этот если воду на то подключаю сюда так наружу а как понять что накачал или просто так типа он она туда зашло до типа туда и мне начинается ну жидкость каш бензин там да я почувствую халатизма на к можно это уже все да но здесь есть тоже это внутренне да я понял а это это сюда заливается получается воздух ему откручиваете чтобы вот не образовываться лаком попадал воздух когда мотор работает работает да будет полный бак вы пройдете какое-то расстояние он не сможет подсасывать бензин это вот это вода штучка появилась этого достаточно чтобы воздух но предусмотрено в крышке до короче закручиваете легонько не сильно дисплаз входит на наружном баке да есть там такая такой же вентиль на крышке а его тоже надо открывать я понял закрыть забыть а там откручиваете есть переключение передач посредине нейтрально себя вперед запускать на нейтрально нейтральной на передачу он не даст допустим на а включать этот дурака понял есть движением не плавно переводит это особенность конструкции редуктора на любом моторе и обязательно на полосу просто назвать на отличать на дачу на но так я понял вот это вот подсос какой то что для чего это вообще до мотор не прогрет да вытаскиваете подсос он закрывает карбюратору за счет этого меньше воздуха больше бензина я понял на холодный запуск вытаскиваете подсос можно чтобы газа добавить запускает когда диплом после после запуска подсос убираете ручка газа можно чуть сработать чтобы его подводить оборот когда холодно холодную погоду на подсосе чуть-чуть поработает около минуты примерно там уже по ощущениям когда на подсосе уже начинает прогреваться начинает там проваливаться собирать и подсосить холодно это какая температура минусовая до нуля или от приблизительно градусов я понял зависимости нужно держать подсос летом в сильном жиру проводим вообще бесплатно запускать понятно то есть лучше я понял посос это такое в коробку и в коробку чехол сложите все вот это вот его по этим углам но на мелководье там да так далее как регулировать сколько тут этим то положение и как их менять так это я поднял два три четыре положения давайте понятно за счет за счет этой хорошо давайте что-то тут нормальная это такое текает смазочки это бензин да что-то пролило запорная моторах а это странно специально штука для безопас трапливает так бензин полился стремно курить возле него китайского штуку под запорную и немножко она не закрывает камеру короче китайцы надо его настраивать как пианино запах бензина получается такой штуки запах бензина получается в такой штуки конечно просушили так а можно тут користь тут штучка доходит вот это говорят все я видел в обзорах она типа не доходила там если тоже регулировать надо но здесь доходит все нормально вот эту этаж но она здесь нормально все короче будет то есть если с этой иголочкой все нормально то она как бы не будет отсюда выливаться все нормально 2 а а тахометр здесь тахометр можно установить отдельно выносной на такой мощности он не совсем актуален а как я узнаю типа 10 моточасов это обычные часы получается сколько он работает за ним нужно засекать минуту в минуту там интервал дается 10-20 часов 12-15-17 примерно просто засекайте тахометр вам в принципе нужен только на отказку потом вы будете делать раз в сезон в конце сезона даже не считая часов то есть вы просто делаете в конце года перед зимой а сколько стоит если на него поставить тахометр а сколько стоит если на него поставить тахометр вот но вот так он работает нормально но и наблюдайте когда мотор работает Вот знаете, струя всегда. Когда вы дергаете, мотор блоком. Так, а выключать? А вы без подсоса прям, да, завели, получается? Ну, когда он прогрет, то можно без подсоса. Прогрет это, типа, минут, сколько там прогревать его надо? Ну, по-разному, опять-таки, от температуры зависит. Когда он уже держит полсту топса, бросили ручку газа, он спокойно работает, считается, что прогрет. Типа он может глохнуть, это нормально, да? Ну, на холостом ходу, типа, может заглохнуть, или не должен. Не должен, мы можем ждать холостые, да? Холостые, да? На откатке могут быть там моменты, когда он глохнет, потому что это откатка, если мотор не прикатывается на то. Но если это происходит постоянно, то это проблема. Он должен, этот 4-такник, он должен стабильно работать. А вообще по мощности он какой? У него там 139, получается, этих, сантиметров кубических. Он мощнее пятерки, или это просто китайцы написали? 5-6 сил, ну, по факту это так. Ну, а на лодке, на воде, вы эту разницу в одном с ним носил, вы не думаете. Так что, вот, вот эта шестерка, это точно заметно мощнее. Такого не будет. А его можно как-то, типа, про-бредить, ну, как раздушить, это называется? То есть, это вот, какой он есть, такой он есть, да? Ну, это копия Ямахи, да, получается? Да, это Ямахи шестерки, да. Шестерки, да. Перевозить на румпеле? На стороне румпеля, да. Здесь тоже скопирована система, не проливая никакой Ямахи. Можно и на эту сторону ложить, но... Рекомендовано. Уверенность, да, вот здесь, не должны наклеить, не клеить. Вы сейчас скопировали, сами не уверены. Да, но он же здесь где-то, 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 где-то. Ну, Тахометов же стандартный, да, он подойдет под любой потом мотор, получается. Да, 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 давайте поставим. 500 риггер. Зато знаешь, сколько покатался. Тахометов. Ямахи, у Мастюхи есть в ящике. Так, есть в ящике. Я не его дал, я у него и его заберу. Это последний. Подожди, пожалуйста, минут 10 я установлю и поддолгою. Да, что, посмотреть нельзя? Вот. А какой он по цене? Сейчас расскажу. 458. 458, да. Ну, бесплатно, да, установка, получается, при покупке? Хорошо. 458. Так, моя коробочка. Вот так, ребята, стесняюсь тахометр устанавливать. При свидетелях. Сейчас будет подкручивать мне тахометр. Так, ЧК. Это все винтики. Сюда. И моя... Так, сумочка. Шестерка из-за документов. Так, ну что, включимся через 10 минут, когда нам поставят тахометр. Поставили на тахометр. Узнать, сколько я... Угу. То есть, тоже какой-то индикатор, да, у него, допустим, есть. Песня. Так, а это обороты, да? Да. А переключать, да, там, получается, можно, да? Ну, а переключать, типа, можно, или он... А, он, типа, в режиме... Ну, так... Это обороты, а часы он где показывает? Если часы нужно посмотреть... Так... Так... Только когда он не работает, он переходит в режим часов. На режим часов. Да. Что-то пока ни одной минутки. Сейчас будет. Давайте. Сколько для него нормальных оборотов получается? Вот какие-то 6 тысячи, это максимально. Ну, он, типа, может больше выдавать? Это плохо, типа, чтобы в сервис его надо... Больше. Больше 6 тысячи у него будет просто переключать, зарабатывать сетиком, он просто не будет идти больше. Больше 6 тысячи, это если на передаче он, скорее всего, 6 тысячи выдаст. Это на нейтрале, если вы газонете. Угу. 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 Да-да. Угу. Ну, можно просто выдернуть. Да. Если этот вы просто отключаете, если внутренний, переключаете на наружный бак. Угу. а это я вырабатываю и сколько он так пройдет еще мощь а это я допустим если не хочу если его дома буду чтобы он типа в бензином можете показать эту свеча еще а потом раскрутить его если что типа проверить ее нормально посмотрит нормально или показать он работает если бы сейчас он был не рабочий он бы не работал либо работал бы не коллектив но в моторе свечи мы можем проверить если как-нибудь нет не вопрос да, нужно просто посмотреть потому что первый мотор мне как бы интересно все да, четырех такник еще надо постараться да, четырех такник еще надо постараться, да, зрубой работать его ну в такнике мы можем быстрее получать в этом раз-два наверное это еще будет вау все, да, проверили, получается что он типа не заводится ага, есть, четыре минуты он продержался без топлива подачи так, свеча ага, все не, 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 не достаточно что просто ее все равно с завода что ее выкручивать там все равно что будет а потом можно через период какой-то ну все как бы а еще а еще а еще вы мне хотели показать это режимы его мелководья там четыре как то тут можно тихо идет так управляется за счет фиксированное положение просто поднимаетесь на нейтрале либо на передаче вперед на задней вы его не поднимете это вот типа его как там нужно освободить чуть-чуть при потягке рычаг на себя на себя, я понял все ага поднимаете без рычага просто на себя а все он он сам типа типа это типа сам и он нам по этим щелчкам туда перекрываем четыре положения вот так вот это его самое такое этот рычаг знает штырь знаете как настраивать? о а все все знаете я понял нет не знаю этот штырь когда вы вставляете мотор на трансе на лодке у вас ваши обычные загрузки в какой вы будете ходить на полном газу нога должна быть перпендикулярно на воде когда на глист выходит я понял если выйдет эта шестерка на глист на вашей лодке это такой переходная мощность на которой может выйти может не выйти так угол на трансе может быть разный разная загрузка соответственно возможно вам надо будет переставить это дифферент по-моему угол атаки угол атаки я понял то есть я понял пять уровней я все выставили замочек все если это делаете на воде осторожно потому что здесь пружинка с этой стороны и часто бывает в мокрых руках выскальзывает и падает в воду я понял на воде не делать все это это его последнее положение будет получается это так можно скорости добавлять да ясно ясно так еще что-то по нему есть что надо знать такое если струи нет вот здесь наборник воды что-то может налипнуть вот у нас прикулек какой-то стабильный перекрывает то есть если струйка прекращается здесь все чисто сухо ну чисто запускать мотор нельзя нет охлаждения перегреется я понял винты к нему такой стандартный то есть не имеет значения мне сказали все шаг винта менять без смысла без смысла все есть в принципе природные но это на такой мощности фрата временники я понял ничего особо не добьетесь я понял шаг винта можно менять от 15 сил хотя бы ага ясно вот так вот эксперт ну все в принципе да получается запаковываем его и кататься есть а к нему аккумулятор ну то есть это не выводится да на подзарядку он не выводится аккумулятором генераторы нет у него такой штуки опционально я не помню может можно поставить но нет опционально я не помню да если можно на него места без вариантов да так все это ваша наклеечка не сдирать да и вопросы проблем набирать так три на слабых и остальное перемена все я понял хорошо спасибо хорошо спасибо так да и масло не да получается все спасибо хорошо так и где тут можно оплачивать это все так хорошо где у вас оплачивается все здесь да так так я у меня еще вопросик что значит для меня гарантия что есть гарантийный что не гарантийный случай хорошо так один факт на водочных моторах это распространяется на заводский брак и работает только как с машинами если вы делаете сервисное обслуживание на социальном сервисном центре на любом сарабанном в Украине получается это вот это вот я здесь сервисный цель должны быть отмечки о том что вы прошли пилу как в автомобиле если вы покупаете новую машину и потом ездите на сервис вам ставят отметку о каждом прохождении этих осмотров так я получается накатаю сейчас его обкатку вам нужно сделать обкатку 10-20 часов сделать пилу это замена масла в редукторе и замена масла в двигателе смазка всех поворотных механизмов вам поставят об этом отметку так следующее всего через 50 часов либо в конце этого это вот это будет это первое получается а потом я через уже 50 часов либо каждые полгода каждые полгода да конечно тоже главный документ не сказать что типа раз в год надо приходить чтобы продлевать гарантию я могу раз в год да не обязательно если там допустим мы идем по тому как брендовые моторы у них вообще 100 часов либо раз в год то есть вы не скажете мне да если я приду там через год то сказать а ты не пришел через полгода мы в первый год должны сделать два раза то есть после обкатки и потом в конце сезона и конце сезона есть единственное но это если вы знаете что вы не будете эксплуатировать 3-4 месяца то вы должны сделать ТО консервацию и соответственно если группа говоря вы в сентябре уже понимаете что вы не будете выходить в 3-4 месяца то вам по логике надо делать это в сентябре так это связано с тем что за 3-4 месяца у вас при массоре остается вода и он имеет свойство рожжеветь хорошо даже если вы его сходите в током помещении конец сезона это что типа лед встал ну грубо да то есть на то вот мы подразумеваем под этим это когда человек понимает что он уже не будет выходить на воду до весны я понялись но и к сожалению и к счастью не знаю не было температуры такого не было практически все все равно приезжали делали просто ТО и дальше ходили на воду хорошо так все у меня упаковано видите да машина уже подгонять подгонять хорошо скажите пожалуйста так вы леете на них в шоке? нет они занимаются как правило нет не клейка водка я там установил допустим колеса транспорта еще смотрят какие колеса ну калибри а какие колеса калибровские пластиковые они есть варианты ну короче вы не устанавливаете подгоняйте машину там положили да уже все получается запаковываете ну там мотор лежит если же все так вот так ребята я приобрел свой первый мотор ставим лайкос я думаю что вопросов у вас не должно было остаться после того как ребята ответили нам вот такой вот сервис АБС МОТОРС магазин МОТОР КОМ ЮЭЙ так а жилеты ну мы как бы сейчас еще договоримся там жилеты еще и прочее не не как как ну так я не это не это